Вот, ты дослушай меня, чё ты, блин, каждое твоё слово, ты провоцируешь каждым словом, блин, да, я тебе договорю, чё ты меня выбешиваешь, блин. Если вы хотите научиться зарабатывать в интернете, то вам поможет блог заработки с Ренатом Грубляком. Если кто-то хочет финансово поддержать наш канал, то ссылка на донат в описании. Ну это прекрасно, а я из... Из-за Армении. О, Армения это братья, я считаю, Греция, Армения. Ага, всеми люди братья. Согласен. А вот это в Карабахе что происходит? Да, всё, что нехорошо, вот нехорошее происходит. Чё, пацаны? Чё ты хулиганишь-то, а? А вы сами из какого города? Я из Мартунинского района. А это где? А это в республике Армения. А вы были на войне? У меня другая сфера деятельности, медицина. Медицина. Ну вы участвовали тоже как-то? Там лечили солдат? Лечили. И сколько, вот там много людей погибло на войне? Ну, знаешь, говорят, много людей погибло. Для меня нет такого выражения. Даже ценность одной жизни человека. Ну понятно, я же не спорю. Просто, ну, сколько людей? Три тысячи, я слышал. Ну, да, много людей. И что, это стоило того вы считаете? Чего стоило? Ну, вот война. Вот это сколько людей погибло. Друг, вот как тебя зовут, скажи? Меня зовут Ренат. Ренат из Греции. Я тебе одну вещь скажу. Был у нас один федоин. Его звали Ножде. Его звали Монте. И они говорили. Чего стоит десятки жизней ради Родины? Это Карабах, то по закону-то азербайджанский получается. По какому закону? По закону-то. Это до юры. Но де-факто не забывай. Слушай, ну, так получается, де-факто все в Монголии. Пармустер когда-то был в Монгольской империи. Или Рим. Карабах-Азербайджан. Слушай, ну, дай бог, если ты так думаешь, пускай будет по-твоему. Ну, подожди, ну, весь мир признал Карабах-Азербайджанский. Весь мир говорит так, пускай говорит. Если ты так думаешь, думай так. Если даже можно закончить эту войну, то... Я считаю, вернуть Карабах-Азербайджан полностью, и война, и все будет мир. Со стороны кого будет мир? С двоих стороны. А? С двух сторон. Карабах сейчас Азербайджан? Больше половины, да. Ну, больше половины, да. Ну, понимаешь, уже больше половины Азербайджан, они уже рукоприкладывают к границе в Армении. А представьте, что здесь Карабах, вот как бы Карабах, вот вверх Арца будет Азербайджанский. Подожди, ну, смотри, а вот в 90-х, в 90-х, это получается, Армения напала на территориальный целостный Азербайджан. Слушай, кто что думает, кто что говорит, какой закон, я имею свое право, право нарушать закон. Мое мнение в том, что каждый человек должен иметь право на хорошую жизнь, каждый человек должен иметь право на выживание. У вас выборы были, ты за кого голосовал? Я не гражданин Румянской Республики, а гражданин вообще другой страны. Какой? И в этом тут. Ну, какая разница, какой? Ну, расскажи. Ну, я же говорю на русском языке, а не делаешь выводы? Ну, во многих странах могут раздать русский язык. Ну, тогда делай выводы. Из России, да? Ульга Наскорбина. Так, подожди, а кого ты поддерживал, Пашиняна или кого? Ильхам Алиева. Ильхам Алиева поддерживал? Да. Интересно, так он же не баллотировался в партии его в Армении. Или ты думаешь, что есть там партия, которую Ильхам Алиев тайно спонсирует в Армении? Да, ничего на самом деле. Слушай, а вот как ты думаешь, как должна Армения, в каком направлении двигаться? В проевропейском или в пророссийском? Чего говори? В каком направлении Армения должна двигаться? Я политик, ты что? Ты, гражданин, ты что? Я же тебе говорю, у меня сфера деятельности, мизицина. Ну, так что, не интересуйся? Как, подожди, ты что, не интересуйся? Тебе не интересно будущее Армении своей родины? Будущее Армении своей родине. Когда она пойдет по какой-то стороне и дойдет туда... А ты какую сторону поддерживаешь? Я тебе об этом говорю. Я тебе... Ну, чувак, ну, на самом деле... Ты знаешь, как вообще в Древней Греции называли людей, которых политиками не называют? Видишь, такие вопросы задавиваешь. Смотри, ты говоришь, какую сторону поддерживаешь? У нас недавно была революция, у нас недавно была война. Война, исходящая, не знаю, пускай это называется проигрышем. Да, у нас была, не знаю, экономически немного потери. И ты сейчас мне спрашиваешь, какую сторону ты поддерживаешь? Я поддерживаю хорошую сторону. Ну, так проевропейскую или пророссийскую? А? За Европу ты? Я за независимость. Невозможно, понимаешь, невозможно вести, типа, мы нейтральны. Нет, нейтральны ты и с той стороны получаешь, или и с той. А ты там? Я Европа, НАТО, Америка. Ну, смотри, была Российская империя. Уже развалилась. Советский Союз развалилась. А Украина до сих пор есть, понимаешь? Я за Украину. Причем тут Украина, слушай. Ну, потому что я украинец. Ну, при чем тут Украина? Уже Россия напала на Украину. То есть ты? То, что Россия напала на Украину, ты говоришь, Украина есть. Был распад Советского Союза, Российской империи, и Российской Федерации будет распад. Ну, блин, давай, ты же сказал, давай объективнее. Объективно? Ну, объективно так и не, посмотри в России, какая экономическая ситуация. Ты должен судить не как рядовой гражданин. Ты судишь ее политику. Ты судишь политику. Я считаю, что все люди должны интересоваться вот такими вещами. А? Считаю, что все люди такими вещами должны интересоваться. Ты так думаешь? Ну, понимаешь, есть даже такая картинка. А за что нас ведут? Ты видел, вот такая есть картинка, карикатура. Там чувак спрашивает. Их ведут на расстрел, он говорит, а за что нас расстреливают? А тот говорит, не знаю, я политикой не интересуюсь. Вот так есть. Политикой все должны интересоваться. Потому что если ты не будешь интересоваться политикой, то она тобой будет интересоваться. Блин, ну чувак, у тебя мышление на высшем уровне. Подожди, но Россия по факту же напала, оккупировала части Украины и так далее. Ты дослушай меня, что ты, блин, каждое твое слово, ты провоцируешь каждым словом, блин. Да, я тебе договорю, что ты меня выбешиваешь, блин. Ты попадаешь, не ожидаешь на него ответа. Я как будто интервью сдаю у какого-то журналиста. Я как будто император какой-то империи. Задал вопрос, ожидая ответа, блин. Ну ты говори. Я тебе говорю, несмотря на то, что я, скажем, гражданин Российской Федерации, это, скажем, да Юре, если ты хочешь, мы можем на таком уровне поговорить с тобой. Но де-факто я же армянин. Ну и что? Де-факто, скажем, я же должен задумываться сначала о родине. Внутри у себя не свои гражданские права я должен делать, а внутри у себя. Ну, да, психических моментов. Психических моментов? А? Говорю, психические моменты, это, кажется, гениальный термин у тебя. Это не термин. Ну, хорошо, расскажи дальше. Ты угораешь надо мной? Да нет, я просто говорю, Карабах, Азербайджан, Крым, Украина. У меня есть свое мнение, и я не хочу с тобой говорить на эту тему. Почему? Здесь у тебя есть боль. Даже мы, если углюбимся в эти темы, у меня другие взгляды. Я тебе одну вещь хочу сказать. Опять. Мое дело, чувак, не то сидеть тут с тобой, говорить о политике. Мое мнение о Азербайджане, если ты такой человек, логичный, если ты такой человек, который интересуется всем этим, должен понять. Я этичный, да. Я очень гуманный, да. Я за то, чтобы было человечество, я за то, чтобы человек был человеком, дружба была, народов и так далее. Но есть момент, это называется момент враждебности. Азербайджан просто вернулся в свою территорию, хочет и там мирно жить. Слушай, Азербайджан хочет, Азербайджан говорит, я не имею в виду жителя, который там живет, а правителя. Правительство. Ну, что делает? Он рукоприкладывает, да, на границе моей родины. Потом он устраивает агрессивные ситуации. Ну, вот по закону Азербайджан просто сказал, так, какие-то там непонятные сепаратисты, давайте заберем свою территорию. Я всегда тут сижу, и вы всегда твердите, по мировому закону Карабах. По мировому закону Карабах, реально Азербайджан? Карабах, Карабах. Какой Карабах? Арцах, во-первых. И вы что, в 96-м году Армения вернула большинство? В 96-м? В 94-м, извиняюсь. Может, в 89-м? В каком? В 89-м, может быть. Почему в 89-м? А почему в 96-м? Может, вообще 300 лет назад? Ты что несешь, чувак? Так сказал бы, в 90-х, не, в 96-м, конкретизируй то, что не было. В 95-м я тебе... А вообще, сколько лет Армении? Да хрена. Ну, миллион есть? Миллион? Ты задаешь вопрос, или это утверждение? Я спрашиваю, миллион есть? Я еще миллион лет не жил, я не знаю. Но 20 тысяч. 20 тысяч? Да. Да? Это когда были арабвизиан, да? Ну, 20 тысяч лет уже были люди. Были люди? Homo sapiens уже бегал, да. Бегал? Ну, конечно. Ты знаешь. Ну, конечно. Ты изучаешь математику. Я не изучаю математику. Ну, в школе изучал. Ну, изучал, да. Ты же не математик, ты же не физик, ты же не тот... Ну, так, а ты изучал медицину, то есть, что я изучаю биологию, изучаю. Я должен изучать, от кого произошел человек? Да. Серьезно? У вас там биологии в медицине нету, нет? Понятно, в медицине нету биологии. Может, еще и химии нету. Я тебе четко скажу, это не то место, чтобы я дергился своим. Ну, Карабах-то азербайджанский. Карабах не азербайджан. А почему? А исторически, подожди, исторически это же тоже азербайджан. Арцах это Армения. Подожди, а как? Было Аккуинлу, были Сифивиды, Кавказская Албания, Османская империя, Персия и так далее. На Азербайджан, где? Азербайджан был 900 лет назад. 900 лет назад? Да, азербайджанский ханство. Было ированское ханство, понимаешь? Чего? Ированское ханство было. Ну и че? Ированское, Генжикское, Бакинское ханство и так далее. А где Азербайджан? Ну так это называется феодальная раздробленность. Когда Украина, на территории Украины были княжества. Галинско-Волынское, Черниговское, Перьяславское, Запорожское сеть. Во. И то же самое у Азербайджана, только там ханство, а там княжество, понимаешь? Но по сути, суть-то одна. Это Украина, это Азербайджан. И Карабах, это Карабахское ханство. Гад? Все, Хан Кенги, это же, Карабах, это из тюркского языка переводится как Черный сад. Из какого? Из тюркского языка. Из тюркского языка? Да. А при чем тут тюркский язык с Азербайджаном? Карабах-то Азербайджан тюркоязычный народ. Да? Ну, а какой? Ну, я не знал. Не знал я. А, да ладно, ты не знал, что Азербайджан, это кавказский тюркоязычный народ. Азербайджан? Понятно. И что? Да ничего. И что, ты считаешь, что Карабах не Азербайджан? Я утверждаю, что Карабах не Азербайджан. А, так и какие проблемы? Карабах, Азербайджан, Армения должна идти в Европу и НАТО и нормально. Ну, и что, после чего? Дальше кайфуешься. А ты то есть за кайф. Просто за кайф. Ну, чтобы наконец-то был мир, и да, конечно. Погоди, а Азербайджан в Европе? Ну, Азербайджан, Турция хочет идти в Европу, Они то есть могут кайфовать? А почему нет? А почему бы Азербайджану, который будет кайфовать, во благо, не оставить вот такой маленький Арцак, скажем, Армении, шел бы кайфовать? А почему Армения забрала Карабах и так не отдыхала? Потому что мы не кайфуем, мы тут работаем, мы тут... Так, а я имею в виду, ты знаешь, я когда говорю кайф, это мирная жизнь, ты работаешь, занимаешься делами, там, раскручиваешься, продвигаешься, добиваешься каких-то весот, мир, чтобы был, понимаешь? Я об этом говорю. А вот, блин, залагал.